Да, у меня тут еще колокола звенят. Всем привет, это рубрика «Почему снег белый?» И в этом видео мы обсудим такой вопрос, как выделенные полосы. В каких случаях они применяются, почему они применяются. И также затронем такую глобальную тему, как пересадить людей в общественный транспорт, но не силой, конечно, а путем создания конкурентноспособного общественного транспорта перед личным автомобилем. Последние лет, эдак 20, если не больше, в Рязани пассажиры общественного транспорта были на последних местах в плане приоритетов. То есть, ну как обычно выглядят приоритеты, по идее. То есть, вот существует даже такая картинка, такая вот пирамидка в плане приоритетов. Наверху у нас пешеходы, потом идут велосипедисты, потом идет общественный транспорт. Велосипед я не умею рисовать еще. Потом идет общественный транспорт, потом идет личный автотранспорт. Ох, да, это будет жестко. Потом будет личный автотранспорт, в итоге какой-то фугончик у меня получился, который едет. И внизу самым припаркованный транспорт. Должно быть, по идее. А как в Рязани? А в Рязани у нас немного по-иному получилось. Вот такая ситуация была в Рязани последние лет, эдак 20. Для этой вот категории тут скорее плюс-минус. Потому что и трасс новых толком не строилось. И дороги даже не всегда успевали вовремя ремонтировать. С припаркованным транспортом тоже. Ну, вроде платные парковки есть, но считай, что нету новых парковок массово. Тоже особо не строилось. А вот для вот этой вот категории последние лет 20 точно прошли со знаком минус. Потому что, когда, например, дороги все-таки ремонтировались, тротуары зачастую не делали. Это вы можете посмотреть, например, на улице Вокзальной. Когда там дорога ровная, а тротуары убиты в хлам. Иногда тротуары вообще не делались. Там, где делались новые дороги. Общественный транспорт тоже не особо финансировался. В итоге деградировал. К 2018 году у нас большая часть общественного транспорта стала грузовые фургоны. Это тоже никуда не годится. Также перенастраивались светофоры в ущерб пешеходам. Когда раньше пешеходы стояли максимум по минуте, теперь 2 минуты. Это вполне себе стандартное ожидание зеленого для пешеходов. А где-то оно доходит и до 5. Велосипед я с там и низа поставил. Потому что про велосипед вообще как будто бы забыли. И как будто бы велосипедистов у нас не существовал долгие годы. Вопрос. Можно ли сделать город удобный для автомобилистов и в принципе удобный? Ответ нет. Многие пытались. Ни у кого до сих пор не получилось. Поэтому решением ложившейся транспортной обстановки в городах, чтобы город с транспортной точки зрения был удобный, является увеличение процента пользования общественным транспортом. Общественный транспорт должен был быть таким, чтобы у людей не возникало желания пользоваться автомобилем по возможности. Потому что есть люди, которые не могут работать без автомобиля, которым надо постоянно двигаться, какие-то разные совершенно маловостребованные места. Им да, им автомобиль нужен. Но давайте сейчас сравним автомобиль и общественный транспорт в плане его использования в той же Рязани. А сравнивать мы будем по следующим критериям. В общем, первый критерий – это скорость. То есть за сколько человек доберется из дома на работу и домой. Второй критерий – это комфорт. В дальнейшем мы его даже будем делить на два. На комфорт физический, то есть в плане физических ощущений, комфорт психологический. То есть насколько спокойно можно добраться из дома на работу. Но пока что это запишем как один критерий. И третий – это надежность. Надежность, она же и предсказуемость. То есть уверен ли я в том, что я вовремя доберусь на работу. Ну и давайте смотреть на гипотетический город, ну и ту же Рязань в том числе, без выделенных полос. Да, сейчас в Рязани уже есть выделенные полосы, но предположим, что их не было. Автомобиль по скорости у автобуса выигрывает, потому что автомобилю не нужно делать дополнительных остановок на остановках общественного транспорта. Да, такая вот павтология. Также автомобили, они более маневренные. Ну и в конце концов, до автобуса еще надо дойти, а автомобиль зачастую стоит просто во дворе. Поэтому по скорости автомобиль, получается, выигрывает, а у общественного транспорта этого преимущества нет. По комфорту. Ну я думаю, вы все согласитесь, что ехать в автомобиле, пускай даже без кондиционера какого-нибудь старого, оно все-таки комфортнее, чем в забитом общественном транспорте. Мы-то съедем с вами на работу, скорее всего, едем в час пик, поэтому общественный транспорт, наибольшей вероятностью, будет забитым. То есть тут тоже выигрывает автомобиль. И надежность. Автомобиль, вот он у тебя стоит в гараже или там во дворе, и ты более-менее, да, там есть пробки, но более-менее предполагаешь, за сколько ты можешь добраться. А автобус, ты приходишь на остановку, так как ты живешь на окраине, скорее всего, у тебя приложение по отслеживанию не покажет, через сколько приедет твой автобус, потому что он еще не отправился в рейс. На остановке нет расписания, и в итоге ты просто не можешь сказать, через сколько ты доедешь на автобусе до работы. Поэтому тут тоже автомобиль, получается, выигрывает. Итого, все преимущества за личным автотранспортом. Конечно, есть еще дополнительные критерии, по которым люди даже не думают о том, чтобы пересаживаться на личные автомобили. Но в сложившейся ситуации личные автомобили выигрывают практически во всем. То есть как сказать человеку, садись в автобус, он лучше. Потому что, как мы видим, вот по этим трем критериям, он ни разу не лучше. И тут на помощь приходят выделенные полосы, которые делаются, во-первых, там, где большой пассажиропоток, чтобы была выше провозная способность дороги, чтобы по ней больше проезжало людей в час. А во-вторых, чтобы вытащить общественный транспорт из пробок, то есть их делая в тех местах, где уже есть дорожные затруднения. Чтобы автобусы их проскакивали быстрее, следовательно, транспорт становился более предсказуемым. А во-вторых, экономия. Меньше автобус стоит в пробках, меньше время рейса, меньше автобусов нужно для того, чтобы обеспечивать нормальные интервалы. Теперь смотрим на ситуацию с выделенными полосами. По скорости автобус тут уже начинает выигрывать. Потому что он проезжает спокойно пробку, а автомобили в ней стоят. То есть уже аргумент появляется, что общественный транспорт быстрее. Аналогично и с надежностью. Тут надежность все еще плюс-минус, потому что пробки в одних и тех же местах. А вот общественный транспорт, так как в пробках не стоит, то уже можно спокойно сказать, во сколько ты приедешь на работу на автобусе. Но я эту галочку обведу, потому что тут одними выделенками не управишься. Чтобы транспорт действительно был предсказуем, нужны не только выделенные полосы, но еще и их качественное информирование. Те же расписания на остановках. Потому что если их не поставить, то как человек поймет, когда приедет к нему автобус? Даже если они ходят более-менее стабильно, так как не попадают в пробки. Момент такой, что выделенки это не панацея вообще от всего, что вот мы их сейчас сделаем и общественный транспорт тут же станет крутым. Нет, это только одна из мер. Как сделать его качественным? А вот с комфортом все еще вопросы. Потому что сколько выделенных полос мы бы не сделали, если количество общественного транспорта останется плюс-минус сопоставимым, то физический комфорт все равно больше в личном автотранспорте. Но заметьте, я поставил галочку и крестик немного выше, потому что тут появляется еще и комфорт психологический. И вот тут вот я уже везде ставлю плюс-минус. Потому что в психологическом плане в автобусе все еще остается вопрос неудобств в плане забитого транспорта. А у личного появляется такой момент, что когда ты едешь по пробкам, там много всяких проблем, все пытаются куда-то пропихнуться, и это вызывает немало негативных эмоций. То есть даже если сделать просто выделенки, то уже как минимум один аргумент за общественный транспорт появляется. Но если выделенками не ограничиться и делать, во-первых, более комфортный общественный транспорт, то есть увеличивать его вместимость, увеличивать его количество и решить проблемы с информированием, то у нас становится все еще лучше. Теперь мы берем синий цвет для того, чтобы описать ситуацию, когда мы не только делаем выделенные полосы, но еще и увеличиваем вместимость транспорта и его количество, чтобы люди не ехали как сель в бочке в час пик. А иногда и не только в час пик они ездят в ужасных условиях, ну, например, на 47 маршруте. А кроме того, еще и решаем вопрос с информированием, то у нас получается, что по скорости опять же выигрывает общественный транспорт. По надежности уже общественный транспорт также выигрывает безоговорочно. По комфорту автомобиль все еще лучше, потому что там, ну, какое-никакое личное пространство есть, но в общественном транспорте уже плюс-минус, а вот тут уже вот так делаем, потому что исчезает проблема переполненности салонов и психологически ехать уже проще. И в итоге у нас уже имеются два четких аргумента за общественный транспорт и один комфорт под вопросом, потому что комфорта автомобиля в общественном транспорте все равно полностью не достичь. Но можно попытаться, но на это нужно уже куда больше средств. А что вообще хотелось сказать-то в итоге? Выделенные полосы — это хорошая мера для того, чтобы стимулировать людей пользоваться общественным транспортом, но при этом не вводя никакие там дополнительные сборы. Полосы, конечно, все равно одна отходит общественному транспорту, но в условиях, когда, во-первых, этих полос много, во-вторых, когда в общественном транспорте на этом участке ездит много людей, и в-третьих, остановки. И в итоге получается, что правая полоса зачастую, она все равно не полностью функциональна, и в основном по ней едет общественный транспорт. Мы приходим к тому, что в таких условиях замена обычной полосы на выделенную, она только повышает провозную способность. Я даже некоторые подсчеты делал, сейчас, наверное, пойдет скриншот, что в часы пик, допустим, на Первомайском проспекте выделенная полоса, она повышает провозную способность полосы в два раза. То есть по выделенной полосе в час пик проедет в два раза больше людей, чем если бы она оставалась автомобильной. На этом-то, наверное, и закончу. Но, повторюсь еще раз, одним выделенными полосами тут не обойдешься. Есть еще ряд мер, которые нужно притворять в жизнь, чтобы делать транспорт комфортнее. На сегодня все.